Кронштадт в переводе «коронный город», в котором были изобретены и применены на практике около 300 изобретений, которыми прекрасно пользуется весь мир. Но и в современное время здесь живут потомки тех изобретателей, которые продолжают удивлять нас своими творческими изобретениями, фотографией, картиной, фильмом или музыкой. До новых премьер, дорогие видеослушатели! Что такое библиотека и золотые руки? А как вы думаете, а все это расставить, а с любовью рассказать так, чтобы это заинтересовало, чтобы это какие-то чувства в каждом родило? Вот что такое золотые руки. Меккой изящной словесности, несомненно, является библиотека на Амирмана. Ее руководитель, Лимонова Любовь Вениаминовна, не раз собирала штецов и любителей поэзии в своем уютном зале. Библиотекарь. Библиотека – это осознанно, это от сердца, это от чего? Ты знаешь, в детстве, когда меня спрашивали, кем я буду, я говорила, на полном серьезе говорила, буду сказительницей. То есть мне ужасно нравилась передача «В гостях у сказки», когда бабушка сидела, рассказывала. Я думала, что вот так и можно. Ну, на самом деле, мне с детства бабушка наизусть, ну, по преимуществу, Кушкина читала. И когда она читала, это в темной комнате, то есть она читала не из книги даже, а просто откуда-то, как мне казалось, из воздуха, да, из эфира. Я думала, что так она где-то и существует, эта вот сказка, эта поэзия. И вот меня это так увлекло, что я думала, что вот так, что я буду этим говорить. Ну, так оно, в конце концов, и случилось. Дело в том, что когда я заканчивала лишь школу, я была в растерянности, куда пойти, что делать, вообще не знаю. Что я умею, что я хочу. Люблю книжки читать, в тем больше ничего не могу сказать. Вот и пошла, как мне казалось, вот, в библиотечном пути в Институт культуры, в библиотечном пути. То есть от сердца? Да, да, да. Но это чувствуется, это вот, наблюдая за людьми, которые приходят, уже сколько уже снят совместных фильмов, уже выходит другой человек. Убывав у тебя на твоих вот вечерах. И то, что вы пришли, это значит, что вы выбрали нас. Спасибо вам огромное. Любовь Вениаминовна Лимонова. То не знает Любу. Любы знают все, кто ее знает. Человек по уши влюбленный в свое дело. А как известно, именно такое отношение дает самый наилучший результат. Библиотека на улице Амермана, 24, где благодаря своей внутренней силе и безвозмездной любви к поэзии, любовь устраивала серьезные и в то же время легкие для восприятия литературные вечера. По положительной силе воздействия на организм перевешивают аптеки. Хороший человек может видеть только хорошее в людях. С какой теплотой в сердце она говорит о своей команде, которая помогает во всем. Любовь Анатольевна Кончус, она приходит к нам из детской библиотеки и так получается, что она зачастую заменяет меня здесь. Золотые руки, золотые сердца у моих коллег, это совершенно точно. Татьяна Васильевна Лешина, вот это действительно золотые руки. Порядок вообще в библиотеке, это все, как говорится, дело ее рук. А теперь послушаем тех, кто побывал на вечерах, организованных к Любовью. С Любовью Вениаминовной мы познакомились в декабре 2017 года. С тех пор я несколько раз был на вечерах встреч с интересными людьми, которые она проводит у себя в библиотеке на Амирмана 27. Это очень интересный, приятный, отзывчивый человек, очень дружелюбный, симпатичная женщина. Общение с которой всегда приносит большую радость и удовольствие. Если бы было побольше таких людей, как она, то наш мир был бы наверняка значительно добрее и интереснее. Встретила я любовь к библиотеке. Правда, это был поход не за книгой. Мне нужно было взять интервью для муниципального кронштадтского вестника. Моя любовь к библиотеке случилась немостная, можно сказать, долгая, ну и, как следствие, абсолютно взаимная. Так что мне очень приятно посещать, и не только по работе, посещать вечера поэтические, творческие, да различные тематические, связанные с литературой, так для себя, для отдыха, для души. Ну и, конечно, книги. Всегда очень греет мысль, что если нужно что-то в живом виде прочитать, то есть замечательная библиотека. Как-то давно-давно Юрий Львович Арнацкий пригласил меня на свой спектакль по поэме Марины Цветаевой. И вот там вот я впервые увидел Любу Лимонова. После спектакля мы остались общаться, обменялись впечатлениями и представились друг другу. Ну, я сказал, что я немножко художник, немножко пишу стихи, немножко их читаю, да и вообще люблю литературу. А она, конечно же, сказала, что она скромный библиотекарь, начальник отделения на Амирмана. Там продолжилось наше общение, которое в конце концов вылилось в плодотворное творческое сотрудничество. Было много проектов, художественная выставка, литературные встречи, интересные рассказы, знакомство с читателями и знакомство читателей с произведениями мировой литературы. Потом был литературный календарь, ну и много-много других. Одним словом, дружите с Любовью Лимоновой, ходите в библиотеку на Амирмана, вам будет полезно и интересно. Ну, а мы в этом поможем. Ну, с Любой познакомилась, увидев объявление о том, что в библиотеке будет вечер, посвященный Геннадию Шпалькову. Поскольку я очень люблю этого поэта, я решила сходить. В большом сомнении была. Думаю, ну, там коротко что-нибудь расскажут, как-нибудь это будет. Когда я пришла, услышала в первый раз, как рассказывает, как читает стихи Любовь к Вениамину, я была потрясена, потому что это было такое точное попадание в тональность, в ощущение моё от Шпалькова, в его судьбу, в его биографию. То есть я вот растворилась во всём этом и поняла, что это вот муть. С тех пор мы с Любой дружим. Инна Дмитриевна, библиотекарь, филиал номер два. С Любой дружим. Вениаминобной мы познакомились в библиотеке лет десять назад. Она была ярко-рыжей. Это действительно оказался человек солнца. В обаяние её орбиты попадают совершенно разные люди. И мы собираемся именно вокруг неё. Если её нет, люди, которые с ней общаются, между собой даже могут и не общаться. У неё самая живая библиотека. Живая в том смысле, что во многих библиотеках мы празднуем юбилей, классиков. И в восемнадцатого века, и в девятнадцатого века, и в двадцатого века. По Любови Вениаминовне приходят живые писатели, живые поэты, которые вот только что что-то написали и хотят с нами поделиться. Это очень приятно. Добрый день. Руководитель Кронштадтского морского музея Владимир Шатров. С любовью Лимоновой мы познакомились при совместной работе над выставками, над мероприятиями о поэтах, литературе и о творчестве наших краеведов. Когда у нас был творческий вечер, и Люба попросилась прочитать стихотворение, она читала стихотворение «Проводы новобранца на войну». Кажется, это было Евтушенко. И когда она прочитала, и в зале было тихо-тихо, только шмыгали носом. То есть это люди плакали. Настолько было проникновенно прочитано это стихотворение. Вспоминается еще, какие были лимонники в ее квартире. Когда мы встречались, это было не просто какое-то мероприятие, в конце которого поставили бы крестик. Оно было наполнено теплотой, душевностью, яркостью посетителей этого лимонника. Каждый приходил с каким-то номером, выступал, читал стихи, танцевал, плясал. И какие-то показывал фокусы. Это было так здорово, и мы часто вспоминаем те былые вечера под названием «Лимонники». Человек, влюбленный в поэзию, не может не писать сам. И в этом мы сейчас убедимся. Ну, меня даже вот... Я, конечно, ни в коем случае не назову себя поэтом, поскольку поэт это что-то гораздо более высокое. Но, тем не менее, какие-то вот стишки иногда слагаются. И вот один из них родился. Моя подруга учила французский язык, уже будучи взрослой женщиной. У неё лежал раскрытый самоучитель. Там было написано «паркер». И я как будто впервые увидела это слово. А на самом деле оно просто обозначает «наизусть». А если дословно, то получается «пар» — это «из», «через», «сквозь». «Из сердца», «через сердце», «сквозь сердце». И вот так у меня это слово запало, что у меня потом родилось стихотворение. «Паркер, сквозь сердце, наизусть, тебе свои стихи читаю. Пожалуй, до конца не знаю, чего хочу, к чему стремлюсь, что движет мной, с какого края я не возьмусь. Но дать ответ непросто. Просто излучает поэзия свой тихий свет. Его не заслонить руками, не спрятать, не угасить. И ничего не остаётся поэзией, как просто быть. А как не быть? Не быть иначе. Поэзией не быть вообще, как только в сердце. Обозначить не сможешь место. И вообще трудиться будешь, добывая ей вид на жительство иной. В тетради книги, да, но знаю, что это только внешне мой. Мой дом, построенный моими усилиями. Но пусть пребудет в нём она отныне. Хозяйкой полной. И в путь теперь и я опускаюсь смело. Ведь вдохновение во мне. Живи, дыши, пиши, чтоб пела подобно тронутой струне Твоё распахнутое сердце, Твоё святое естество. И если сердцу будет петься, не нужно больше ничего.